Если вы думаете, что тяжелая атлетика только для парней, то вы ошибаетесь. Сквозь слезы девушки прорываются к заветным золотым медалям. Сильнейшие юноши и девушки восьми регионов Сибири съехались в Бурнаул, чтобы подтягать железо. Кому-то важно завоевать медали, а кому-то проверить свои силы. Медаль медалью, все-таки результат главный. От результата зависит это первое, оценить. Первое, скажем так, тренировочный процесс, который был до этого. И второе, у нас в июне месяце, в начале июня будет проходить Сыктывкарь и Переинства России до 23 лет, где будет выступать Рябова Дарья и Дятлова Ирина. Оценить подготовленность к основному старту. В 2022 году Алтайский край впервые за 50 лет провел чемпионат Сибири. И спустя два года Федерация тяжелой атлетики России вновь предоставила нашему региону почетное право принять такой крупный турнир. На этот раз из новинок – подиум, приобретенный местным Минспортом. Он позволит в будущем проводить и всероссийские старты. Но такие плюшки все равно не дают нам возможности приблизиться к Кемеровской области. Именно там живут и тренируются сильнейшие тяжелоатлеты России. Там очень серьезная школа тяжелоатлетики. Там практически в каждом поселке, не знаю, там по два зала, ну очень много секций тренеров. Точная школа, спортивная школа Олимпийского резерва Кемеровской, поэтому у них достаточно серьезные спортсмены. По словам тренерского штаба алтайской команды, нашему региону нужно время. И тогда мы приблизимся к достижениям соседей. Кстати, уже на этих стартах наша спортсменка Светлана Ильенко вырвала победу и забрала золотую медаль турнира. Тяжелая атлетика интригует и зрелищем, и тактикой. Можете сами убедиться в этом. Турнир пройдет до 29 апреля в стенах училища Олимпийского резерва. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.